сегодня мы присутствуем на московском автосалоне 2018 непосредственно на стенде рено и представляем вам можно сказать будущее компании в плане это новый проект это новая модель это кросс-купе рено аркана или как говорят сами французы аркана и мне нравится это ударение вот к сожалению пока это не серийный автомобиль это шоу-кар но в то же время это не концепт это шоу-кар поэтому он очень близок к серийному сейчас мы постараемся посмотреть на детали понять что останется от этого автомобиля когда он пойдет в серию что все-таки скорее всего уйдет попробуем догадаться что какая начинка будет у этого автомобиля потому что пока информация очень мало сами производители действительно ее скрывают говорят готовьтесь начала продаж будет девятнадцатом году вы все узнаете все увидите мы можем догадываться каких-то вещах что-то нам уже сказали сказали что это будет новая платформа то есть это не переделанный дастер это не capture это новая платформа конечно купе то чего у рено раньше не было ну в общем я много наговорил давайте смотреть ближе смотреть что это за модель первое что конечно хочется сказать это кросс купе вы видите что красиво не спадающая крыша что мне понравилось момент такой вот надеюсь что останется это это не глянец не chrome это алюминий алюминий идет здесь алюминий идет здесь посмотрите какой агрессивный дизайн девятнадцатых дисков скорее всего их не будет но на данный момент это красиво очень красиво этот алюминий переходит в зеркала то есть таких моментов когда посмотреть внутрь понятно что это шоукар потому что практически ничего нет но острые линии самой формы торпеды я надеюсь что они останутся потому что это немножко новые моменты для рано дальше идем к оптике она становится все более агрессивно здесь конечно намек идет на ледовскую оптику полноценную тоже остается надеяться что пойдет она в серию есть сходство некоторые уже слышал мнение что машина похоже очень на колеоз но на самом деле конечно она более спортивная то есть это именно кросс купе если колеоз это полноценный кроссовер то здесь машина идет спортивным характером как сказал лоренс ландеракер это наверное больше для студентов для молодежи я думаю что это так красивый красный цвет опять же отсылки к яркому дизайну яркий дизайн вот это фара посмотрите сплошная сплошная фара такая как бы новиночка для российского для нашего рынка потому что рано которые ездят в европе они уже давно из мог завелись на 12 нового двойной выхлоп опять же по заверению дизайнера будет настоящий то есть это не какая-то бутафория то есть действительно будет двойной выхлоп обещает новый двигатель сказали что двигатель будет от скажем так как выразился президент компании от партнера я надеюсь что возможно это будет от мисубиси полтора литровый турбомотор 150 лошадей он действительно будет не только эта машина будет выглядеть спортивно она действительно будет ехать спортивно и в таком красном цвете я думаю что не только молодежь но она всем понравится конечно сложно пока рассказывать что внутри потому что половина машины просто закрыта фальш такой полкой единственная говорю что острые грани присутствуют в сиденьях и торпедии я надеюсь что они останутся что все-таки эта машина отличалась от остальных моделей бренда вот что опять же заявил нам производитель да естественно будет монопривод то есть передний привод будет полный привод надеюсь что будут новые коробки передач вместе с новым двигателем все-таки возможно даже 80-тенчатый автомат хочется же верить в то что все-таки эта модель она шагнет в новую эру в новую эпоху для рено не только дизайна все-таки это не будет повторение простых моделей это будет немножко такой новый сегмент она она естественно будет дороже но она будет качественнее она будет из других материалов и у нее будут новые эволюционные технологии в плане безопасности в плане тех же как я сказал двигателей коробок сегодня на московском автосалоне состоялась премьера шоу-кара нового кроссовера c-сегмента купе кроссовера рено аркана действительно аркана как мы говорим это по-русски они как говорят наши коллеги на французском языке что важно отметить мы ожидаем что этот автомобиль будет действительно важной вехой на пути развития рено в россии 20 лет называется уже в этой стране и соответственно для нас крайне важно отвечать потребностям наших клиентов во всех проявлениях со всеми нашими моделями для того чтобы наши модели были адаптированы к российским условиям к российскому потребителю к ожиданию российского потребителя мы представляем сегодня такую новинку как рено аркана цифика этой модели состоит в том что прежде всего мы говорим о новой геометрии кузова это копе кроссовера но вместе с тем а у этой модели есть все признаки того чтобы отчитаться настоящим полноценными севе при этом обладая комфортом настоящего полноценного седана учитывая что и но россия в последнее время очень активно работает на дальнейшем развитием своей с киви линейки усиливая свое присутствие в этом сегменте но аркана будет действительно занимать достойное место в сфере развития с юли модельного ряда компании на россии что касается появления на российском рынке то мы можем говорить о первом 19-го года другие подробности пока к сожалению рассказать не можем тем не менее следите за нашими новостями и так знакомьтесь перед вами новый кроссовер рено аркана премьера состоялась на днях на московском автосалоне 2018 этот автомобиль по идее должен стать новой глобальной моделью этой марки создан на глубоко модернизированной платформе global access она же хорошо знакомая нам по более двух десятках автомобилей созданных на этой платформе b0 то самое на которой строится бестселлер и белорусских дорог рено дастер 2019 году серийное производство начнется на заводе в москве и обязательно этот кроссовер появится беларуси казахстане и других странах интересно что название аркана как-то обычно делается с новыми автомобилями маркеры но создавалась компьютером и образована она от латинского слова арканом которая переводится как тайна или секрет что же представляет из себя новый купе кроссовер ну во первых это тот самый модный нынче кузов который уже облюбовали баварские конструкторы и штампуют на нем все новые и новые модели согласитесь и если рено сделает автомобиль в два то и в три раза дешевле чем баварские авто потому что собираться то он будет в москве в россии соответственно и цена будет гораздо интереснее естественно за этим автомобилем мы прогнозируем обязательно выстроиться очередь команда автопанорама встретилась на московском автосалоне с одним из создателей купе кроссовера рено аркана нашим давним другом главным дизайнером рено лоренсом ван дэн акером мы создавали автомобиль который внешне сразу же определяет настроение согласитесь эти покатые формы кузова этот стремительный силуэт это заниженная задняя часть они сразу же создают движение идея создать эмоциональный автомобиль было одно из самых главных действительно в создании этого автомобиля принимали непосредственно участие российские конструкторы ну во-первых они дорабатывали хорошо знакомую платформу b0 под интересы российских дорог под интересы погодных условий и конечно же для нас для всей группы создателей нового купе кроссовера были важны вот эти так скажем национальные детали это слова главного дизайнера рено лоренса ван де ракера и мы очень ценим то что этот известный мировой дизайнер находит время для разговора с белорусскими журналистами у нас у нас у нас у нас Продолжение следует...